Граждане пассажиры, напоминаем вам, что с 18 июня 2022 года оплата в общественном транспорте наличными денежными средствами запрещена. Оплата производится только социальными картами, банковскими и едиными транспортными картами с Лелкой и Тройкой. Всем хорошего дня. Закон действует уже больше 9 месяцев, а жалобы продолжают поступать. В администрацию Ленинского городского округа от жителей регулярно приходят письма о том, что на некоторых маршрутах общественного транспорта водители требуют оплату за проезд наличными или онлайн-переводом. Делать это категорически запрещено, а ситуация тем временем накаляется. Мы решили совместно с административно-пассажирской инфекцией в городе Видно провести совместный рейд, направленный на выявление данных случаев. И случаи не заставили себя ждать. На 471 маршруте инспекторы оштрафовали сразу двух безбилетников. Самое интересное, что за проезд эти пассажиры заплатили, но способ оплаты оказался незаконным. Можно без комментариев? Я после смены суточной, пожалуйста. Да, вы с вами попросили? Я просто оплатил и все. К водителю, да? Да. А вот получилось, что без билета и вот такая вот история? Совершенно верно. Неприятно. А вы не будете как? Неприятно, ну что? Будем учиться. Такая поездка каждому нарушителю обошлась в кругленькую сумму. Штраф – тысяча рублей. А водитель заплатит еще больше – пять тысяч. Только вину он признавать не желает, находит нелепое оправдание. Совесть не мучает, что человека так подвели, пассажира своего. Он может быть, да, мы друг друга знакомы, просто ночей на кофе друг друга угощаем. Тут мы людей возим уже пятый лет и как бы знаем друг друга и на чай угощаем, а так особо не берем. Так он же без билета ехал, он безбилетник по вашей вине. По стрелке, по карте тоже, которые пробиваемые, у них тоже нет билета, просто карты пробытые и они ездят. Почему у вас нет билетов? Ну, бывает, иногда терминал зависает и билет не выдает, а так это редкий случай, но такие моменты тоже бывают. Вы же понимаете, что это оправдание, что вы каждый день нарушаете закон? Мы справимся. Представители пассажирской инспекции Московской области за Ленинский округ взялись вплотную. Позитивный опыт борьбы с незаконными действиями перевозчика есть. Например, в Подольске ситуацию уже искоренили. Поэтому мы продолжаем также рейды по городскому округу Ленинский, по городскому округу Домодедова. Инспекторский состав сейчас практически в полном составе работает на данной территории. И, ну, к примеру, на пригороде лесном данную проблему получилось полностью искоренить. Маршруты 367, 871 маршрут коммерческий наличные не принимают. Пассажиры все прекрасно проинформированы. Инспектора также проводят профилактическую работу. Сегодня инспекторы проверили 10 автобусов. В следующий раз в маршрутный список планируется включить и троллейбусы. Хотя на работу этого вида общественного транспорта жалоб не поступает. Представители пассажирской инспекции настаивают ни при каких обстоятельствах. Не оплачивайте поездку наличными или онлайн-переводом. Потакая водителям, вы сами становитесь нарушителями. Юлия Погосьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова